Пока мы здесь стоим на варте вот тут вот с фопами и пока ждем большой демонстрации завтра, которая намечена, хочу вам рассказать вот о чем. О количестве зашкваров в команде зеленого президента. Но она уже превысила, кажется, она давно уже превысила все мыслимые и немыслимые размеры и за полтора года переплюнула пять лет в Порошенко, наверное, уже в три раза. Но очередной зашквар, который произошел вчера или позавчера уже с Татаровым, это что-то, конечно, особенное. Это просто свинарчук гейт по-зеленому. Вот так вот, возьмите свинарчука, возьмите зеленой фарбы, обляпайте ему морду зеленой краской и получится Татаров, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Он как раз полиция ходит классно. Вот, но дело не в этом. Значит, получается, что вот это будет особенно интересно ребятам из Укрбуда и из Аркады. Значит, вот этот зам Ермака, зам руководителя президентской администрации, Татаров, он оказывается вместе с Микитасем, которого вчера выпустили по соглашению со следствием, они вместе делали оборотки, оборудки, просто говоря, грабили государство, грабили всех нас, грабили инвесторов. На этот раз уже не Аркада, а Укрбуда, потому что этот свинарчук хотел сказать, но это был товарищ Татаров и Микитась, они как раз грабили Укрбуд. Значит, что они делали? Они при помощи еще одного брокера там занижали стоимость объектов, стоимость ремонтов. То есть они давали, русским языком говоря, фейковую документацию строительную и инженерную, инженерно-строительную по объектам Укрбуда. Понятно, что при количестве объектов 28 штук у них было на момент, когда это все посыпалось в стройке. Каждый объект, это же вы поймите, это же огромные дома, это же не частный домик. Каждый дом там порядка, не знаю, 50-100 миллионов долларов. Представляете, о каких деньгах идет речь? Так вот, Татаров там макнул жалоба самая полная. Его на этом деле поймали же, естественно. Почему? Потому что Микитась его заложил, когда пошел на сделку со следствием. Он его заложил в НАБУ. Те тут же передали дело, я так понимаю, в ВАКС по этому, по Татарову. И что вы думаете? Пришла козивка от Зеленского, от нашего правдолюба, от нашего, я не знаю, кого мы там избрали. Ну, президента, понятно, но от того, кого мы думали, что он будет бороться с коррупцией. Коррупция борца от нашего пришла в козивка. Это дело за мять, под сукно. Но Татаров ни в чем не виноват. То есть, понимаете, уровень цинизма. То есть, в принципе, Татаров, это в плане бабок, в плане наглости, в плане быковатости, это чищество Свинарчука. Ну, или, по крайней мере, как минимум тот же самый уровень. Все под сукно, ничего этого нельзя расследовать. Расследовать мы будем только ФОПов. Потому что вот ФОП Вася Бубкин недоплатил 150 гривен единого налога. Вот это мы будем расследовать. А то, что там эта сволочь украла 10 миллионов долларов. Да нет, ну вы что, ребятки. Это не важно. Главное, ФОПы. А еще лучше по бляхерам шандарахнуть. О, те во всем виноваты. Наверное, они его заставили, этого Татарова, воровать вместе с Свинарчуком. Ну, по всей видимости, аж так. Вот о чем я хотел рассказать. То есть уровень цинизма новой команды. Причем они оказались настолько красавцами, что они за полтора года переплюнули Порошенко просто по всем статьям. Порошенко, наверное, сейчас сидит там где-то, себя чувствует оплеванным. И вообще говорит, пацаны, а так можно было? Да, Петя? Так было можно. Может быть, даже и нужно. Я понимаю, ты сейчас смотришь на эту молодую зеленую поросль. Я себе понимаю. Я себе только представляю, каким ты лохом себя чувствуешь. Извини.